77 серия. Доброе 79 утро. Приятно проснуться в Сотогранде. Ночью я вошел в странную жилую зону с шлагбаумами, охраной, камерами слежения, но без ограничения входа. Так я в темноте прошел Сотогранде, о чем вскоре узнал из интернета и решил вернуться утром. Как же упустить возможность побывать в самом дорогом поселке Европы? Я нахожусь в 15 километрах к северу от Гибралтара. Постоянное население здесь до 5000 человек. Среднегодовая температура около 20 градусов по Цельсию. Настоящий зеленый оазис на засушливом берегу Андалуссии. Со всех сторон меня окружают зеленые лужайки, встроенные ряды высоких пальм вдоль дорог, заборы обвитые цветущими лианами, за которыми виднеются роскошные виллы. Основной курортный и жилой центр этого поселка с развитым спортивным портом расположен вдоль реки Владьяра. Катера и яхты здесь причаливают буквально у порога дома. прохожу по местам, где вчера шел ночью, где были теплые огни и видите даже продается. Заметно стоят камеры, но когда идешь ночью, то конечно они светятся красными огоньками, так что везде здесь контроль. Широкое устье реки Гладиара разделяет старую застройку Сатагранды и новую портовую часть. А с этой стороны моста резвятся чайки, купаются им всегда хорошо в пресной воде. Завтрак и обеденный перекус в Сатагранды. Сегодня у меня авокадо и курочка. Ну и нахожусь на одном из островов, ровно под один дом. Дом напротив тоже находится на острове собственном. Так что здесь островная застройка лагуны и сам порт создан в 1988 году. Ну и как не выпить кофеечка в Сатагранды? Тем более баллон позволил мне сделать это и умер, сохранил газ ровно на этот случай. Тишина и спокойствие, все как и должно быть в фешенебельном районе. Приятный кофеечек в Сатагранды. Да еще и собственно ручно сваренный. Ваше здоровье, друзья мои. Кто-то мечтает здесь побывать, кто-то мечтает иметь апартаменты в этом фешенебельном уголке. Ну а я просто пью кофеек. И иду дальше. Здесь можно пришвартовать собственный катер или яхту и сразу оказаться в апартаментах. Мне нравится. Ну и о ценах. Самые скромные апартаменты обойдутся вам где-то в 300 тысяч евро. За роскошь надо платить. Ну и пришло время рассказать о Сатагранде. Ведь его история, это история одной мечты. Джозеф Рафаэль Макмикинг. Уроженец Филиппин. С корнями из Великобритании. И родом из народа басков. Его мать была представительницей этого народа. На определенном этапе он переехал в Калифорнию и основал компанию, которая производила магнитофоны и в дальнейшем видеомагнитофоны. И таким образом он сколотил сумасшедшее состояние и решил реализовать мечту. Построить фешенебельную деревушку, где бы собиралась аристократия в стране Испания. Собственно откуда и корни. И в начале 60-х годов он такую идею реализовал. Ну а я делаю паузу и показываю, что здесь проходит официальный маршрут европейский. GR92 и Е12. И зазывают меня туда. Ныряем. И в 60-х годах 20 века Жозеф собирает своих единомышленников, друзей, таких же богатых людей. Заряжает их этой идеей, своей мечтой. До этого он уже построил здесь несколько вилл, построил поля для гольфа и для пола. И постепенно-постепенно поселок начинает расти. И сейчас Сатагранде является одним из дорогих населенных пунктов Европы. Не только Испании. Так что такая история интересная. Мне здесь комфортно, приятно. Я провел тут ночь и первую половину дня позавтракал, сварил кофеек, выпил за ваше здоровье. Ну а теперь можно нырять в дикие места. Они как раз меня ждут сейчас. А сейчас сцена из фильма ужасов. Что скрывается за этой дверью? На самом деле это одна из точек орнитологов, бедвотчеров, любителей наблюдать за птицами. Их здесь много. Я периодически встречаю людей с огромными объективами. Мы с вами такое же видели в регионе Валенсия. Ну а здесь вот вид на молодую часть Сатагранде. Где находится порт и яхт-клубы. Здесь покупают дома представители самых влиятельных и богатых семей со всего мира. Посмотрим еще раз на эту часть Коста-дель-Соль с такого ракурса. Путь продолжается по Молу. Еще рано было прощаться с Сатагранде. Как вам свет? Какие приятные кресла. Строители явно кайфуют. Периодически. Море сегодня лежит. Даже не видел его здесь таким еще. А вдалеке мы видим с вами, что вода другого цвета. Все потому, что там вытекает река. Ну а здесь чистота. Ну а здесь, в камнях Мола, я обнаружил наутилуса. Сколько миллионов лет, ему интересно. Вот оно, райское место в Испании. По сравнению с другими регионами здесь тепло. Считайте январь, а люди загорают. Море, конечно, прохладное. Но приятная погода. Так что, думаю, Сатагранде выбрано не зря. Именно здесь. Уже вблизи Гибралтара, где дальше идет холодная Атлантика. Море лежит. Класс. Дам вам немного времени на созерцание. Прочувствуйте невероятную атмосферу спокойствия здесь. Продолжение следует... Нет ничего рукотворного на земле, что могло бы противостоять природе. Вот и этот бункер закончил свою жизнь. И вот уже из райских людских мест я вхожу в райские природные места. Полная дичь, никого нет. Даже предупреждение, что на многие километры не будет никаких обозначений. Но они здесь и не нужны. Чистейшая водичка. Целый день сильнейший ветер. Ветрозащита для микрофона практически не помогает. Песок неприятно бьет по ногам, но все равно очень, очень красиво. Вам ничего не напоминает этот мыс? Гора? Лично мне напоминает приближение к Кальпе. Пеньон де Ифач. О стратегическом положении приближения к Гибралтару нам говорят укрепительные, оборонительные точки, которых я встретил за пару километров уже три. А здесь выходит целый пласт каменный под воду. И среди песка торчат подводные острова. Друзья, и как всегда об устойчивости проекта. Если вам нравятся мои ролики, мои публикации, мой потоковый творческий жанр, и вы получаете удовольствие и нужную релаксацию, переключаете как-то мысли, то регистрируйтесь на Патреоне, выбирайте комфортную для себя сумму, которая будет ежемесячно списываться в фонд проекта. Для меня это очень важно, потому что приключения не прекращаются. И сразу за этим путешествием через 50 километров сразу же начинается подготовка к новому. Конечно, я пока не скажу, куда, но это беспрерывный процесс. Поэтому участвуйте, становитесь ангелами пути. И это будет наше общее с вами дело. Я работаю на износ, но и вы тоже участвуете. Тогда этот проект будет устойчив и более качественно. Я смогу делать свою работу. Самое главное, автономно. Периодически встречаю интересные варианты машин для путешествий. Посмотрите, какие мощные вездеходы. И как всегда, после смерти появляется новая жизнь. После страшного пожара здесь появились нарциссы. Красотища. Дарю вам целая маленькая плантация нарциссов. Кустарники сгорели, а пальмы лишь обгорели. Наверное, быстро успели потушить. Уже новая поросль листьев. И здесь, на 79-м дне беспрерывного пешего пути по Испании, впервые в жизни я увидел берег Африки. Вон он, за кораблями. Вы посмотрите, какие масштабы застройки. Беспрерывное строительство. Конечно, есть спрос, хороший климат. У всего есть свой ресурс. Вот уже и носки подошли. Исчерпали свой ресурс. Ну, ребята, у меня 6 пар и полторы тысячи километров. Пора уже выбрасывать. Заметил только сейчас. Естественно, я не хожу так. Полторы тысячи километров не выдерживают не только носки, но и кроссовки. Да, даже именитые фирмы не справляются. Это уже все. Видите? Конец. Бакланы сохнут. Бакланы сохнут. Башня. Закат над Гибралтаром. И на 79-м дне беспрерывного пути я впервые нашел в магазине Меркадона Сало из местных знаменитых пород свиней. Для меня это прекрасный энергетический продукт, который малыми порциями питал меня 35 дней пути. И цена довольно привлекательная. 4,60 евро за килограмм. И как же без традиционного хамона? Перед городом Гибралтар Испанский городок мне вообще не понравился. Как-то тут все очень просто живут. И даже какое-то напряжение легкое. Хочется пройти его. Ну а навигатор, видите, ведет меня. По каким улицам. Надеюсь, пройду. Но в любом случае буду выходить из города. Как-то иногда заглядываешь так в окна и прямо аж было... Не, не то. Не Сета Гранды. Хотя тут каких-то пару километров разделяет этот город и тот. Как-то так, ну очень скромно по сравнению с другими поселками. Почему-то пахнет мятой. Не знаю почему. Ну что можно сказать? Что я буквально в километре от города Гибралтар. Ну попасть туда я не могу, потому что это территория Великобритании. Поэтому я прохожу его мимо. И вечерний вид на Гибралтар. Не путайте, это город Гибралтар. Пролив чуть дальше. Я как раз иду туда. И посмотрите, какая чистейшая водичка. Ну красотища. Все это такой обширный залив. Ну а мне туда. Вечерние новости из палатки. На 79-м дне без перерывного пешего пути по прибрежной Испании с Дмитрием Титаренко. Не переключайтесь. Ну что, день прошел классно и очень контрастно. Я вышел из фешенебельных вилл. Я оказался в полной дичине. В дикой природе. Но мне все понравилось. Море лежало сегодня как зеркало. И прозрачное. Ну красота. Кругом в ракушке. Уже сошел и наслаждался. Ну и конечно, уже оборудование не выдерживает. Уже протерлись кроссовки. Протерлись носки. Но все-таки полторы тысячи километров. Ничего себе. Ну и дошел я до города Гибралтар. И с видом на него сегодня я ночую. Ну а именно где, никогда не догадаетесь. Завтра узнаете. Так что все в порядке. У меня все хорошо. Я полон энергии. Бодр. Весел. И передаю вам классный привет. И хорошего настроения желаю. Все. До завтра. Пока. Ну что, вот записывал ролик пять раз. Пять раз вот говорю, выкладываюсь, все помню, все факты. Все нужно сообщить, передать своему наблюдателю дорогому. И каждый раз какая-то ерунда. То отошла аппаратура, то она села. И ты думаешь, все включено, договорил, смотришь, а лампочка горит уже. Ну это такое расстройство и такая затрата вот энергетическая и неприятность. Но ты собираешься и делаешь снова и снова. И на пятый раз у тебя уже получается классно. И, конечно, ты это все делаешь до того, как будешь есть. То есть это такой принцип, надо сначала доработать до конца. И какой бы ты голодный не был, ты должен сначала поработать, чтобы потом вкусно поесть. Но как без этого? По-другому нельзя. Сегодня у меня морепродукты, авокадо и вкусное, ординарное сухое белое вино. Приятного аппетита! Если вам тоже нравятся приключения, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также поддерживайте финансово и становитесь ангелами пути. Субтитры сделал DimaTorzok